Восток и Запад обвиняют друг друга в том, что каждый из сторон поддерживает одну из противоборствующих на Украине, где ситуация далека от стабильности. Именно этот вопрос был в центре внимания во время интервью главы НАТО Андерса Фокрасмуссона, журналисту телеканала Евроньюз. Они, русские, позволяют оружию, снаряжению, желающим воевать, пересекать границу с Украиной. Мы призвали Россию к прекращению дестабилизации ситуации на востоке Украины. Мы призвали Россию к прекращению поддержки сепаратистских групп и к отводу российских войск от границы с Украиной. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад к воздействию на Киев после его встречи с главами МИДа Украины, Франции и ФРГ накануне. Для того, чтобы выполнялась декларация, которая вчера была принята в Берлине, решающую роль, на мой взгляд, должны сыграть западные коллеги, чтобы убедить киевские власти в необходимости следовать тому призыву, который в декларации зафиксировано. Ранее Лавров отметил, что цена непродлённого перемирия измеряется в человеческих жизнях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова